Создание такого масштабного проекта, как сериал «Великолепный век» потребовало от режиссеров и сценаристов неимоверных усилий. Более 300 актеров принимали участие в съемках и для каждого было необходимо придумать свой образ, который гармонично бы вписывался в общий сюжет саги. Для этого были привлечены много профессиональных костюмеров, которым была поставлена определенная задача для каждого актера придумать такой образ, который будет наиболее соответствовать эпохе правления султанов. Но кое-какие отличия все же были. Да, общий стиль XVI века присутствовал в одеяниях персонажей, однако помимо этого было необходимо учесть и вкусы телезрителей. Скромные серые практичные наряды мало кому могли понравиться, поэтому костюмеры воссоздали моду европейских стран 18 века, но это того стоило. Все актеры, как мужчины, так и женщины получили возможность блистать в великолепных нарядах. Да, реалистичности в одежде героев оставалось немного, но зато смотрелись они намного красивее и эффектнее. А именно этой цели и добивались режиссеры, чтобы привлечь как можно больше зрителей. Особое внимание стоит уделить драгоценностям и украшениям, которые фигурировали в сериале. Украшения всегда играли важную роль в жизни женщин. Такими ценными подарками мужчины обычно демонстрировали свою благосклонность. Также драгоценное колье или ожерелье, одетое на шею избранницы, показывало всем окружающим ее особый статус и положение, не говоря уже о том, что блеск настоящих камней издалека привлекал к ней внимание. В самом сериале зрители прекрасно помнят конфликт, который разгорелся из-за кольца Хюрем. Султан лично подарил это украшение девушке, а Махидевран решила, что она больше его достойна и украла кольцо. Разумеется, не сама, у нее всегда были доверенные слуги для подобных дел. Но факт остается фактом. Кольцо, подаренное султаном, было символом его расположения и любви для того, чтобы в полной мере отобразить богатство и могущество Османской империи во время правления султанов лучшими ювелирами Турции специально для съемок великолепного века были созданы целые коллекции драгоценных украшений с натуральными камнями. Общую стоимость изготовленных драгоценностей для этого проекта примерно оценили в полтора миллиона долларов. Другим немаловажным фактором для небывалого успеха саги стали великолепные женские прически. Находясь в гареме, девушки практически не носили платков или других головных уборов, поэтому одним из главных способов соблазнить мужчину были волосы. Все актрисы имели шикарные длинные кудри, из которых профессиональные парикмахеры создавали свои шедевры. Кстати, одним из условий участия в проекте актрис был запрет на изменение своей внешности на протяжении всех съемок. Поэтому каждая из героинь могла и пользовалась этим своим секретным окружением. Волосы составляли предмет особой гордости женщин, за ними тщательно ухаживали. При создании красивой прически использовались украшения или золотые серебряные нити, которые вплетались в волосы. Одна из главных героинь сериала Хюрем завоевала бешеную популярность благодаря своим роскошным блестящим рыжим волосам. А как же на самом деле выглядела и одевалась настоящая Хюрем в свое время? Создатели сериала, конечно, приукрасили сам сюжет саги и одеяние главных героев. Но было бы интересно узнать, какую одежду на самом деле носила одна из самых влиятельных женщин Османской империи – Хюрем Султан. В истории осталось очень много заметок и описаний того, что в действительности одевала Хюрем. Эту информацию можно почерпнуть из различных писем и исторических очерков, оставленных современниками жизни Роксоланы. Как понятно из всего вышеперечисленного, сериальные наряды Хюрем и остальных женщин не имеют ничего общего с настоящей Османской модой 16 века. В саге зрители могли любоваться шикарными платьями с глубокими декольте и приталенным кроем. У многих героинь платья имели корсеты со шнуровками. Да, корсеты были изобретены примерно в это же время, однако маловероятно, что Османская империя, диктовавшая европейским государством свою волю в моде и времяпрепровождении, склонявшаяся к практичности и удобству, захотела бы перенять эту тенденцию. По всей видимости, Хюрем Султан, как и все женщины из ее окружения, носили обычные рубашки длиной до пояса, свободного кроя и с вырезом спереди. Дальше наряд дополнялся просторными шароварами. Завершающим штрихом было длинное платье, которое женщина одевала поверх другой одежды, если планировала выйти на улицу. Разделения одежды по признаку пола тогда не существовало, и мужчины и женщины одевались примерно одинаково, поскольку такие скромные и закрытые наряды вряд ли могли поспособствовать привлечению внимания султана. Женщинам приходилось изобретать разные уловки. Чтобы выделиться из общей серой массы, женщины вышивали на одеждах узоры и орнаменты. Чаще всего предпочтение отдавалось вышивке в форме тюльпанов. Тюльпаны олицетворяли собой Османскую империю, поэтому женщины в гаремах использовали шелковые нитки всех цветов в радуге, чтобы преобразить свои наряды цветочными узорами. Самыми любимыми днями у девушек сиралей были праздники. В такие дни они одевали свою самую красивую яркую одежду. Стоимость ткани зависела от ее цвета. Чем ярче и насыщеннее был оттенок, тем дороже стоила ткань. Поэтому в одеждах таких ярких цветов в основном ходили фаворитки и жены султанов. Их доходы позволяли приобретать для себя все самое лучшее. Простым наложницам такое было не по карману. Если же девушка смогла привлечь внимание повелителя и получить от него приглашение на хальвет, для ее дебюта ей выделяли красивые платья и драгоценности из тех, что принадлежат казне. Также девушки могли самостоятельно покупать наряды из тех денег, которые им платили в качестве жалования. На рынок их, конечно, не пускали, но вход торговка в гарем был разрешен. И вот они и обеспечивали женщин всем необходимым товаром. В случае, если наложница хорошо себя проявила, у нее появлялся шанс улучшить свое положение. После проведенной ночи, если султан оставался довольным, он присылал наложницы подарки, драгоценности и меха. Многие из женщин пытались равняться на Хюрем, ведь она всегда старалась выглядеть красивее и привлекательнее других, являясь, по сути, законодательницей моды того времени. Друзья, вы знаете, что сейчас очень тяжелое время для всех. Но сложнее всегда было детям. Не простым детям, а особенным. Тем, которые остались одни со своей бедой. У них не у всех есть родители, которые могли бы помочь. Но чужих детей не бывает. Мы просим всех вас помочь таким деткам и подарить им надежду на жизнь. Каждое даяние благо, будь то 20 или 30 рублей. Для вас это незначительная сумма, а для детей – надежда. В этом благотворительном деле нам помогает благотворительный фонд «Международный орден милосердия», который опекает особенных детей. Всю информацию и ссылки на донат вы найдете в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Там вы сможете увидеть отчеты, куда уходят все средства. Спасибо вам за ваше добро!